Ну, наверное, если брать общую картину, конечно, что мы хорошо подготовились, и уже первые вот эти два микроцикла было, что мы по четыре тренировки перед Волынью, и сейчас перед Перекарпатию две примерно по стилю игры одинаковые команды. Нужно было, мы знали, что будет очень много длины, хорошие впереди футболисты, много забивают при Карпати, и мы просто проанализировали игру с Волынью, где мы все-таки хоть могли и выиграть, но как раз борьба, подборы, мы проиграли как раз нюансы, где, получается, мы пропустили голы. Здесь нужно было терпеть, я сказал, что яркой игры не будет, потому что игра за очки, чтобы вылазить оттуда, где мы сейчас находимся. Но очень хорошо ребята работали в тренировочном процессе, я полностью удовлетворен двумя, четыре дня первых, и перед Волынью сейчас. Было реально, что индивидуально все прибавили в командных действиях, потому что новенькие ребята в процессе, и тяжело им было вписаться, потому что не было тренировочного процесса как такового. В той игре также вышли, ребята на замену усилили, но так получилось, что сыграли 2-2, должны были развивать. То здесь как раз и был план выдержать. В первом тайме были у соперника пару эпизодов очень хороших, Леша выручил. У нас были неплохие очень атаки, стандарты могли, такое, ну, некрасивая игра, но такие бывают игры. Во втором тайме, конечно, было в планах, что выйдут быстрые игроки, и усилят игру. То, что и произошло. Антинг очень скоростной, у него хороший дриблинг, но мало забивал вообще по природе. Я ему говорю, ты если переведешь эти моменты в голы, то будет все хорошо. И надо сказать, что была агрессия с нашей стороны, мы начали больше контролировать игру, просто немножко у нас тяжеловатое поле в плане контроля именно мяча. Поэтому, насколько возможно, его готовят. Но в тот футбол, который мы проповедуем, было не так легко играть. Но когда мы забили гол, раскрепостились, пошли очень много моментов классных, можно было уже закрывать игру раньше. То есть до конца нужно было терпеть, чтобы все-таки надежно сыграть сзади. Мы сыграли надежно сзади, и вот был у Ходобека момент, перед 2-0 уже, конечно, головой. Констрацию потеряли, но это уже 2-0. Очень вовремя Руслан забил шедевр. Как раз произошло то, что мы и планировали. Мы вытерпели и выиграли игру.